Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков об Эльдоришем Родове, нападающем Роме, который параллельно выступает за сборную Узбекистана. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на забитом мяче узбекского футболиста в игре против национальной команды Швеции. Все-таки это была серьезная встреча против опасного оппонента, и мне стало интересно, как болельщики Ромы отреагировали на этот забитый мяч в соцсетях. Все-таки это их нападающий, и он забил, ну прям скажем, не последней команде в Европе. Давайте разберемся в этом вопросе. Я зашел в соцсети, в Твиттер, в Фейсбук и прочие замечательные сайты, и собрал тут самые интересные и жгучие комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Лука Маккарелли написал Великолепно! Шамурродов забивает, когда он получает свой шанс. Обратите внимание, когда он вышел в основном составе на матч против Трабзон Спора, он забил. Его выпустили на матч против шведов, он забил. Но Мауриню, к сожалению, сейчас вынужден оставлять его на скамейке запасных, потому что за него заплатили меньше, чем за Абрахама. Но Абрахам это сейчас основной нападающий Ромы, за него действительно заплатили огромные деньги, 40 миллионов евро, поэтому сейчас Эльдор вынужден, так скажем, сидеть на скамейке и ждать его шанса. Эд Сопедоне написал А ведь обратите внимание, в это межсезонье мы подписали двух нападающих. Один из них хорош, забивает мячи и за сборную, и в товарищеских матчах за клуб, и в матче открытий нового сезона, но это, видимо, речь про матч против Трабзон Спора, и показывает великолепную работоспособность. Но его сажают на скамейку, просто потому что появился футболист дороже. По-моему, это несправедливо. Жерардо Эпифани написал Мне понравилось, как Шамуродов действовал против Швеции, причем это была шведская сборная. Да, у них был не самый лучший состав, но все равно это та самая команда, которая сыграла против Испании со счетом 2-1 и добилась победы. Ну, здесь, конечно, нужно отметить, что все-таки состав был далеко не основной, но все равно. У Швеции очень мощный подбор исполнителей, и здесь даже резервисты хороши. И то, что смог Шамуродов забить, это несомненный успех. Марко Паталоне. Давайте будем откровенны. В эпизоде с забитым мячом Эльдора ему сильно повезло. Здесь скорее нужно говорить о том, что шведы сами себе принесли этот пропущенный мяч, а не Эльдор сыграл великолепно. На что Нансимеляно Циони написал следующее. Я не согласен. Нападающий должен уметь воспользоваться ошибками соперника. Шамуродов это делает. Шамуродов это тот нападающий, который знает, где нужно оказаться, чтобы воспользоваться шансом. Гол в ворота Трабзонспора он забил, оказавшись перед пустыми воротами. Но он ведь там оказался. Он предугадал этот момент, как и в матче против шведов. Он знал, где он должен появиться, чтобы воспользоваться ошибкой шведских защитников. Ну, тоже справедливое мнение, умение оказаться в нужном месте в нужное время. Диего Ротонди написал. Абрахам сейчас не вызывается в сборную Англии. Шамуродов же провел отличный матч за свою национальную команду, забив мощные сборные Швеции. Я думаю, это может несколько изменить расстановку сил в нашей команде. И, возможно, на следующий матч в основе выйдет именно Узбек. На что Федерико Франсиотси написал. Скорее наоборот. Абрахам отдыхал и не играл за старшую сборную Англии. А Шамуродов выступал за сборную Узбекистана. Плюс ему предстояли перелеты. Поэтому я считаю, что Абрахам будет свежее. К ближайшему матчу он будет лучше готов. Ну, к сожалению, тоже. Логика вполне себе уместная. Вполне возможно, именно из-за этого Абрахам и будет получать больше шансов в ближайшее время. Андреа Камадья написал. Приятно, когда наши футболисты успешно выступают за свои сборные. А Шамуродов еще и смог забить сборные Швеции. Одну из самых опасных в Европе. Надеюсь, что в ближайшем будущем он будет так же много забивать и за нашу команду. Я вижу в нем настоящий бомбардирский талант. Ну что ж, вот таково мнение итальянцев. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.